Приветствую вас дорогие друзья! Итак, сегодня давайте поговорим о слабых местах и проблемах Ford Fiesta. Начнем мы, как всегда, с недостатков двигателей. Официально к нам поставлялись только бензиновые силовые агрегаты 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Самый слабый двигатель 1.3 совершенно не пригоден для дальних поездок. Его мощности хватает только для неспешного передвижения по городу. Как показал опыт эксплуатации, данный мотор простой, надежный и недорогой в обслуживании. Плюс он обладает достаточно скромным аппетитом, до 7 литров на 100 километров. ГРМ приводится в действие с помощью металлической цепи, ресурс которой составляет около 200 тысяч километров. Основным недостатком данного мотора считается его повышенная шумность во время работы. Двигатели 1.4 и 1.6 литра оснащены ременным приводом ГРМ, а клапаны не имеют гидрокомпенсаторов и регулируются шайбами. Замену ремня и регулировку клапанов следует проводить не реже, чем раз в 80 тысяч километров пробега. Главное достоинство этих моторов в том, что они без проблем переваривают не только 95, но и 92 бензин. Автомобили с мотором 1.6 самые дорогие на рынке, так как такие силовые агрегаты устанавливались только на самые дорогие комплектации. Из распространенных проблем можно выделить небольшой ресурс бензонасоса, в среднем его срок службы не превышает 60-70 тысяч километров, а также раз в 70-90 тысяч требуется замена радиатора. Если автомобиль стал плохо заводиться, пора менять свечи и чистить дроссельную заслонку. Еще одним существенным недостатком официально считается неремонтопригодность этих двигателей. То есть после того, как мотор выработает свой ресурс или не дай бог оборвет ремень и загнет клапана, придется менять силовой агрегат. Чаще всего проблемы с этим двигателем возникают из-за того, что владельцы очень редко их обслуживают. Злую шутку играет и официальный межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Также для долгой и беспроблемной работы двигателя необходимо постоянно следить за уровнем масла, чтобы он держался не ниже средней отметки на щупе. Только при таком условии моторы прослужат без серьезных поломок до 300 тысяч километров. На вторичном рынке достаточно редко, но все же встречаются Фиесты с дизельным двигателем 1.4 и 1.6 литра. Как правило, такие автомобили завезены из Европы. Данные силовые агрегаты по надежности ничем не уступают бензиновым. Их существенный недостаток в том, что их топливная система достаточно требовательна к качеству солярки, которым у нас, к сожалению, грешат большинство АЗС. Что касается трансмиссий, то Ford Fiesta комплектовалась с тремя типами коробок передач. Это пятиступенчатая механика, автомат и роботизированная трансмиссия Dura Shift. Явных проблем с трансмиссией у данной модели нет, но все же самой надежной зарекомендовала себя механическая коробка передач. Немалым ресурсом обладает и ее сцепление. В среднем оно выхаживает от 100 до 120 тысяч километров. Из слабых мест механики можно выделить текущий сальник первичного вала. И если сама деталь стоит копейки, то за работу придется выложить около 70 долларов. Также не славятся своей долговечностью и сальники полуоси. Если для того, чтобы включить передачу, нужно прикладывать усилия, не пугайтесь, просто пришло время почистить и смазать направляющий механизм. Робот очень напоминает механику, но в нем за переключение передач отвечает электроника. Данный тип трансмиссии, как и автомат, понравится далеко не всем. Дело в том, что в автоматическом режиме переключение происходит с ощутимыми рывками и провалами при резком ускорении. Также при длительном движении в пробках данный тип трансмиссии достаточно быстро перегревается. Не славится роботизированная коробка и большим сроком эксплуатации. При правильной и бережной эксплуатации ее срок службы редко превышает 120-150 тысяч километров. Поэтому если стоит выбор между роботом и автоматом, то лучше отдать предпочтение второму варианту. Ford Fiesta оснащена передней независимой подвеской типа McPherson. Сзади устанавливается полузависимая балка. Опыт эксплуатации показал, что даже на отечественных дорогах основные элементы подвески зарекомендовали себя достаточно выносливыми. Если говорить про эксплуатационные характеристики и комфортабельности, то в этих компонентах подвеска Fiesta заслуживает только похвалы. Самым слабым местом подвески, как и на большинстве автомобилей, являются стойки и втулки стабилизатора. Их ресурс не превышает 50 тысяч километров. В среднем раз в 80 тысяч придется менять шаровые опоры. Чуть дольше, до 100 тысяч километров пробега живут ступичные подшипники, наконечники рулевых тяг и саленблоки, а также шрусы. Амортизаторы, опорные подшипники и рулевые тяги способны продержаться 100-120 тысяч километров. Тормозные колодки в среднем выхаживают по 50 тысяч, диски более 100 тысяч километров. Если во время движения из задней подвески доносится неприятный скрип, проверьте состояние крепления и изоляции тросика ручника в районе задней балки. Лечится данная проблема двумя витками изоленты. Особенность подвески Fiesta в том, что поломка любой из деталей не всегда сопровождается характерными звуками. Поэтому старайтесь 2-3 раза в год заезжать на диагностику ходовой. Если говорить о коррозионной стойкости и качестве лакокрасочного покрытия, то оно достаточно на хорошем уровне, но только на автомобилях до 2005 года выпуска. Позже производитель начал использовать краску на водной основе, что привело к существенному ухудшению качества лакокрасочного покрытия. Так, на автомобилях, которые были выпущены в 2006 году и позже, кузов достаточно быстро покрывается царапинами и сколами. Если выбираете Fiesta после 2005 года, обратите особое внимание на крышку багажника. Особенно в районе подсветки номерного знака, там чаще всего появляется коррозия. Не славится своей надежностью и замок багажника. Достаточно часто приходится менять лампы головного света, а для этого приходится снимать фары. Просто такая конструктивная особенность. Также достаточно быстро мутнеет защитный пластик фар. По сравнению с шестым поколением Ford Fiesta, салон 5-го выглядит слегка архаичным и каким-то безликим. Но несмотря на то, что салон выглядит простоватым, здесь используются достаточно качественные материалы отделки. Так, к примеру, верхняя часть торпеды выполнена из мягкого пластика. Что касается шумоизоляции, то есть подозрения, что ее здесь просто нет. По электрооборудованию чаще всего возникают вопросы к надежности стеклоподъемников. Итак, если вы являетесь владельцем Ford Fiesta, то, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации данного авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok